Паразитами называют тех, кто живет за счет других. По своей сути, все вирусы, бактерии и грибки, простейшие и многоклеточные, вызывающие инфекционные заболевания у человека, являются паразитами. Однако, чаще всего говоря о паразитах имеются в виду глисты. Это черви различного размера, обитающие преимущественно в кишечнике человека. Глисты. Заражение происходит через рот. С грязными руками и немытыми фруктами и овощами попадают в кишечник яйца глистов. Оказываясь в благоприятной среде, яйца превращаются сначала в личинок, затем во взрослых особей. При этом человек ощущает дискомфорт в животе, вздутие кишечника, метеоризм, общую слабость, повышенную нервозность, зуд кожи. Возможно появление высыпаний и снижение уровня гемоглобина, похудение при достаточно хорошем аппетите. Глисты могут быть как у взрослых, так и у детей. Самыми частыми из них являются аскориды и острицы. Аскориды вызывают ухудшение самочувствия, находясь в кишечнике. А острицы еще и поражают кожу вокруг ануса, при этом ощущается сильный зуд, появляется раздражение. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, тогда регулярно будем сообщать о наших новых выпусках. Избавление от паразитов, чтобы избавиться от глистов, используются различные медикаментозные и народные средства. Целью лечения является уничтожение взрослых особей и создание таких условий в кишечнике, чтобы паразиты не могли существовать и постарались покинуть организм человека. С древних времен для этих целей применялся чеснок. Этот пряный овощ из семейства луковых обладает выраженной противопаразитарной активностью, его используют разными способами. При этом происходит не только удаление и гибель паразитов, но и повышается устойчивость к повторным заражениям и уменьшается интенсивность общих проявлений, связанных с распространением по организму продуктов жизнедеятельности глистов. Напишите в комментариях, о чем вы еще хотите узнать из наших выпусков, может быть о противомикробных свойствах некоторых продуктов и растений. Как применяется чеснок от паразитов, самым простым способом является приготовление и использование чесночного водного настоя. 1. Измельчить на терке или через пресс 50 грамм чеснока. 2. Залить стаканом холодной кипяченой воды. 3. Настаивать в темном месте при комнатной температуре неделю. 4. Процедить и хранить в холодильнике. 5. Принимать по 20 капель 3 раза в день за полчаса до еды. 6. Курс 2 недели. Еще один несложный способ удалить из организма глистов терапия при помощи молока и чеснока. 1. Три зубчика чеснока среднего размера очистить и мелко порезать. 2. Залить стаканом теплого молока. 3. Выпить перед сном однократно. Можно использовать чеснок от глистов и в виде настойки, а также делая клизмы, приготовляя чесночное масло. Если вам интересно, то напишите в комментариях, и мы обязательно расскажем об этом в других роликах. Противопоказания. Чеснок помогает избавиться от непрошенных гостей, паразитирующих в организме. Но использовать его можно не всем и не всегда. Следует искать другие возможности очищения от глистов. 1. Детям в возрасте до 1 года. 2. Будущим мамочкам и женщинам, кормящим ребенка грудью. 3. В случае наличия аллергической реакции или пищевой непереносимости чеснока. 4. Больным, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и имеющим проблемы в желудочно-кишечном тракте. 5. При наличии желчнокаменной и мочекаменной болезней. 6. Если имеются признаки воспаления мочевыводящих путей. 7. Когда есть склонность к кровотечениям, понижена активность свертывающей системы крови. Избавление от глистов с помощью чеснока достаточно эффективно, но поскольку имеется достаточно много противопоказаний перед применением этого средства, следует посоветоваться с врачом.